Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня с вами я, Завалей Елена Григорьевна, и мы продолжаем серию уроков по математике для учащихся пятых классов. Тема сегодняшнего занятия – доли, дроби. Сегодня мы с вами узнаем, что такое доли, что такое дроби, как они записываются, как они обозначаются и на какие вопросы мы можем ответить, используя дроби, и какие задачи сможем решить, используя полученные знания. Итак, внимание на экран. Перед вами простое задание. Нужно разделить шесть апельсинов между двумя детьми. Сделать это совсем не сложно. Каждому ребенку мы отдадим по три апельсина. А с точки зрения математики это можно записать выражением. Шесть деленное на два равно три. А как быть, если апельсин у нас один, а нам нужно его разделить между двумя детьми? В этом случае, очевидно, нам придется данный апельсин разрезать пополам, то есть разделить на две части. Эти две половинки называются долями. Но вопрос другой. А как записать данное выражение с точки зрения математики? Мы запишем один, разделим на два. А что дальше? И здесь нам приходят на помощь дроби. Каждая такая доля апельсина соответствует дроби одной, второй. И если мы хотим записать, сколько апельсинов или какая часть апельсина досталась каждому ребенку, мы это сможем сделать, используя дроби. Итак, числа вида 1 2, 1 5, 1 8, 3 8, 5 12 называют обыкновенными дробями. Возьмем дробь 3 восьмых. И рассмотрим, из чего она состоит. Дробь состоит из двух чисел, которые записаны одно над горизонтальной чертой, а другое под горизонтальной чертой. Верхнее число, в данном случае 3, называется числитель, а нижнее число называется знаменатель. Давайте разберемся, что обозначает числитель и что обозначает знаменатель. Итак, знаменатель показывает, на сколько частей нам нужно разделить то или иное количество. А числитель показывает, сколько таких частей мы можем взять. А теперь окунемся в историю. И я вам приведу несколько фактов из истории обозначения дробей. Современную систему запись дроби с числителем и знаменателем создали в Индии. Только там числа писали наоборот, знаменатель писали сверху, а числитель снизу и не писали дробной черты. Записывать дроби в точности, как сейчас, стали арабы. Первым европейским ученым, который стал записывать дробь, был итальянец Леонардо Фибоначчи. Посмотрите, перед вами его портрет на экране. А название дробь ввел греческий монах Максим Планут. Вы также можете увидеть его портрет на экране. А теперь, ребята, давайте с вами разделим одну шоколадку между 8 детьми. Мы будем делить данную шоколадку поровну, чтобы никого не обидеть, и каждому досталось одинаковое количество шоколадки. Если у нас 8 ребят, значит, мы должны разделить данную шоколадку на 8 частей, на 8 одинаковых частей. Каждая такая часть – это будет доля шоколадки. И в виде дроби она будет записываться как 1 восьмая. То есть, каждая доля данной шоколадки соответствует дроби 1 восьмая. И каждый ребенок получит по 1 восьмой доле нашей шоколадки. А теперь, ребята, давайте с вами потренируемся. Посмотрим, какая часть будет закрашена на круге желтым цветом. И назовем вместе со мной числитель и знаменатель. Итак, первый круг. Думайте вместе со мной и проговаривайте ответ. Здесь у нас будет закрашена 1 четвертая часть круга. Смотрим. Наш круг разделен на 4 части, что соответствует знаменателю 4. А закрасили мы всего одну. Значит, числитель мы должны записать 1. И у нас закрашена желтым цветом 1 четвертая часть круга. Смотрим на второй круг. Мы видим, что он разделен на 6 частей. Но мы также закрасили желтым одну часть. Значит, это соответствует дроби 1 шестая. Давайте продолжим упражняться в записи дробей. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, какую долю квадрата составляет выделенная часть. Посмотрите внимательно на экран и подумайте. Итак, давайте проверим, что у вас получилось. В первом квадрате у нас закрашена 1 шестнадцатая. Для этого вам нужно было посчитать, на сколько частей разделен данный квадрат. А это 16. И сколько частей закрашено. Мы видим, закрашен 1 квадрат. Далее. Второй квадрат. Здесь закрашена 1 восьмая. Квадрат разделен на 8 частей, но закрасили мы лишь одну. И посмотрим на наш третий квадрат. В данном случае здесь тоже закрашена 1 восьмая. Этот квадрат также разделен на 8 частей. Просто мы разделили по-другому его, чем предыдущий квадрат. Но также закрасили одну часть. Значит, это соответствует дроби 1 восьмая. Усложним немножко задачу. Посмотрите, пожалуйста, на экран. У нас есть прямоугольник, разделен на 20 равных частей. И давайте посмотрим, какая часть будет закрашена и каким дробям это соответствует. Итак, внимание на экран. В данном случае у нас закрашена 1 двадцатая часть квадрата. Здесь у нас закрашено 6 двадцатых, потому что из 20 квадратиков закрасили лишь 6. А теперь посмотрим, какой дроби мы запишем данное выражение. Верно, 8 двадцатых. Закрасили 8 маленьких квадратов. Итак, то, что мы видели на экране, можно записать в виде обыкновенных дробей. 1 двадцатая, 6 двадцатых, 8 двадцатых. А теперь, ребята, давайте посмотрим, на какие вопросы мы можем с вами ответить, используя наши знания о дробях и о долях. Итак, внимание на экран. Вопрос. Какая часть утят купается в озере? Посмотрите, пожалуйста. Посчитайте сначала, сколько всего у вас утят. Утят у нас будет 10. Но в озере мы видим, купаются лишь 3 утенка. Значит, чтобы ответить на этот вопрос, мы можем вспомнить, что мы знаем, что такое дроби, и наш ответ выдать в виде дроби. 3 десятых. Итак, 3 десятых – это часть утят, которые купаются в озере. А теперь попробуйте выполнить аналогично, задание самостоятельно. Вопрос. Какую часть всех яблок положили в тарелку? Посмотрите внимательно на экран и выберите из предложенных дробей ту, которая соответствует ответу на данную задачу. Итак, давайте проверим, что у вас получилось. Правильный ответ будет 6 четырнадцатых. Всего у вас 14 яблок. А в тарелке лежит у нас 6. Поэтому в виде дроби это записывается как 6 четырнадцатых. А теперь вам следующее задание. Как разрезать головку сыра на 8 равных долей, но сделать вы можете только 3 разреза. Итак, подумайте самостоятельно, и потом мы с вами проверим, что у вас получилось. Итак, внимание на экран. Возьмем ножик. И сначала мы разрежем сыр вертикально на две равные части. Таким образом, мы получили две доли. Один разрез мы сделали. Далее продолжим. Сделаем еще один разрез. Точно так же вертикально. И в этом случае мы получим уже 4 доли. У нас осталась еще одна попытка, еще одна возможность разрезать сыр. Итак, как же сделать следующий разрез? А сделать его очень просто. Можно разрезать сыр горизонтально. И посмотрите, у нас получается 8 долей. А теперь вам вопрос. Какая часть сыра осталась на блюде? Итак, ребята, догадались, какая часть сыра лежит на блюде? На блюде лежит 4 восьмых сыра. Всего у нас 8 частей, а на блюде осталось 4. Поэтому это будет соответствовать дроби 4 восьмых. Оказывается, ребята, что дроби можно изображать на координатном луче. Итак, внимание на экран. Давайте посмотрим, как изобразить дроби на координатном луче. Для этого нам нужно выбрать единичный отрезок и разделить его на некоторое количество равных частей. В данном случае мы наш единичный отрезок разделили на 8 равных частей. А теперь каждую часть подпишем соответствующей дроби. Итак, сначала мы запишем одну восьмую, так как мы отметили один кусочек. Следующий отрезок будет соответствовать 2 восьмым и так далее. 3 восьмым, 4 восьмым, 5 восьмым, 6 восьмым и 7 восьмым. Что можно сказать о единице? Можно продолжать дальше. То есть, когда мы взяли, мы каждый раз брали по кусочку и получали соответствующую дробь. Если мы хотим отметить единицу, то сколько кусочков мы взяли? Правильно, мы взяли 8 кусочков. Значит, единицу можно записать в виде дроби 8 восьмых. А можем ли мы продолжать дальше? Конечно, можем. Если мы берем еще один кусочек, то мы взяли с вами 9 таких кусочков. Вспоминая определение дроби, мы с вами вспомним, что мы разделили изначально на 8 кусочков, но взяли 9. Значит, в виде дроби это запишется как 9 восьмых. А теперь, ребята, давайте с вами поиграем. Итак, внимание на экран. Перед вами изображен координатный луч и мигающая точка. Угадайте, какой дроби будет соответствовать эта точка. Итак, правильный ответ будет 3 седьмых. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Всего у нас отрезок в данном случае разделен на 7 частей. Посчитайте. А взяли мы 3 части. То есть точка мигает на 3 части. Поэтому в виде дроби, используя определение дроби, мы приходим к выводу, что это 3 седьмых. То есть разделили на 7 частей, а взяли 3. Итак, давайте еще потренируемся. Теперь угадайте, какой дроби соответствует мигающая точка. Итак, что у вас получилось? Правильный ответ будет 7 девятых. Посмотрите, этот отрезок мы уже разделили на 9 равных частей, а взяли 7. Значит, и дробь, соответствующая ему, это 7 девятых. И последнее вам задание. Угадайте теперь здесь, какая дробь соответствующая мигающей точке. Будьте внимательны. Итак, правильный ответ будет 7 пятых. Посмотрите, изначально мы взяли единичный отрезок и разделили его на 5 частей. Но взяли мы в данном случае 7 частей. Мы это можем сделать. Поэтому числитель нам показывает, сколько частей мы взяли, а знаменатель на сколько разделили. Поэтому соответствующая дробь это 7 пятых. А теперь, ребята, давайте решим несколько задач, используя то, что мы с вами выучили о дробях. Итак, решите задачу. Купили кусок ткани длиной 2 метра 50 сантиметров и из 1 пятой куска сшили платье для куклы. Вопрос. Сколько сантиметров ткани ушло на это платье? Возьмите ручки и вместе со мной записывайте решение в тетради. Итак, сначала, ребята, мы должны с вами перевести 2 метра 50 сантиметров в сантиметры. Напоминаю, вспомните, пожалуйста, сколько сантиметров в одном метре. Правильно, 100. Итак, значит, 2 метра 50 сантиметров это будет 250 сантиметров. А теперь вспомните, что вы знаете о дробях. Что такое 1 пятая? 1 пятая означает, что нам нужно всю нашу ткань разделить на 5 частей, но на платье мы возьмем лишь одну часть. Нам вполне этого будет достаточно. Поэтому мы с вами сначала делим на 5 нашу ткань, получаем 50 сантиметров. Что такое 50 сантиметров? Это как раз таки и будет то количество ткани, которое приходится на одну часть. Для нашего платья этого вполне достаточно. Поэтому мы для платья и взяли только одну часть. И решение будет выглядеть следующим образом. То есть мы 50 умножили на 1 и получили 50 сантиметров, которые ушли на наше платье. Если бы нам понадобилось больше частей, то мы могли бы взять и 2, и 3 части. И тогда нам нужно было соответственно умножить на то количество частей, которые нам нужны. Итак, правильный ответ в задаче будет 50 сантиметров. Давайте, ребята, решим еще одну задачу. Внимание на экран. Вместе прочитаем условия. В классе всего 28 учеников. На контрольной работе по математике 3 седьмых от всего количества учащихся получили пятерки. Сколько учеников получили оценку 5? Решение. Рассуждаем. В задаче у нас встретилась дробь 3 седьмых. Значит, смотрим сначала на знаменатель. На сколько частей мы должны разделить наших учащихся? На 7 частей. А чтобы ответить на вопрос, сколько учеников получили пятерки, нужно посмотреть на числитель. В числителе стоит 3, значит, 3 части от общего количества учеников получили пятерки. Итак, запишем решение вместе со мной. Сначала мы делим все количество наших учеников на 7, получаем 4. Получается, что 4 ученика приходится или составляют одну часть. А затем считаем наших отличников. Мы нашу одну часть, то есть 4 ученика, умножаем на 3, на 3 таких части. И получаем 12. То есть 12 учеников справились блестяще и получили оценку 5 по контрольной работе по математике. Итак, ребята, давайте подведем итог нашего урока. Что мы сегодня с вами узнали? А узнали мы следующее. Что такое доли? Что такое дроби? Как их можно записать? И какие задачи мы можем с вами решить? Наш урок подошел к концу. Благодарю за внимание. До новых встреч! Здравствуйте, дорогой шестиклассник! Я рад, что ты смотришь наши телевизорки. И сегодняшняя наша тема посвящена изучению и повторению действий с целыми числами. Меня зовут Климентев Максим Геннадьевич. И мы начинаем выполнять задания. Вначале вспомним важное определение и заполним, необходимо закончить пропущенные части. Определений. Что же называют множеством целых чисел? Я думаю, ты вспомнил. Множеством целых чисел называют все натуральные числа, все числа им противоположные и число 0. Эти числа образуют так называемое множество целых чисел. Как можно иначе назвать числа, которые будут противоположны натуральным? Числа противоположны натуральным, иначе можно назвать еще отрицательными целыми числами. И третий вопрос, третье предложение, которое осталось незаконченное. Число 0 не относится. Я думаю, ты знаешь, что число 0 не относится ни к положительным, ни к отрицательным числам. Приступим к повторению правил выполнения действий над целыми числами на решении-примерах. На экране ты видишь несколько примеров. Давай разберем их решение. Первый пример. 50 минус 4 умножить на 17. Первым выполняется, разумеется, умножение. 4 умножить на 17 будет 68, 50 минус 68. Два числа с разными знаками. Знак вычитания можно представить как сложение с противоположным числом. Минус 68, то есть 50 плюс минус 68. Мы видим, что эти числа с разными знаками. И по правилу, сложение чисел с разными знаками необходимо от большего модуля вычесть меньший. И ставить знак большего модуля. Минус. Модуль первого числа большего 68 равен 68. Минус модуль 50 равен 50. То есть минус разность 68, 50 получается минус 18. Значение первого выражения минус 18. Второе выражение. Минус 8 умножить на 4, минус 18. Выполняя умножение минус 8 на 4, а умножение целых чисел выполняется как умножение натуральных. Необходимо только учитывать их знаки. Минус 8 число отрицательное, а 4 положительное. При умножении чисел с разными знаками получается отрицательное число. Минус 32. Минус 32, минус 18. Оба числа являются отрицательными числами с одинаковым знаком. Необходимо сложить их в модули и поставить общий знак. Минус. Модули чисел минус 32 и минус 18 равны, соответственно, 32 и 18. Складываем модули. Минус 50. Ответ второго выражения равен минус 50. Третье выражение. 100 плюс 12 умноженное на минус 10. Умножение. Выполняем первым. 12 умножить на минус 10. Опять-таки здесь числа с разными знаками. При умножении чисел с разными знаками получается отрицательное число. То есть 12 умножить на минус 10 получается минус 120. 100 минус 120. Вычитание можно представить как сумму с противоположным элементом. То есть 100 плюс противоположное число 120 это минус 120. 100 плюс минус 120. Числа с разными знаками. При сложении чисел с разными знаками находим больший модуль. Большее число по модулю это минус 120. Его знак соответственно минус. Нужно от большего модуля вычесть меньший. 120 минус 120. И ставим знак большего модуля. Минус 20. Это ответ третьего примера. Четвертый пример. Задача минус 20 разделить на 4 плюс 9. При делении, как и при умножении чисел с разными знаками получается отрицательное число. Минус 20 делить на 4 равно минус 5. Минус 5 плюс 9. По модулю большее число имеет знак плюс 9. От 9 вычитаем 5 равно 4. Значение данного примера равно 4. Мы выполнили все 4 примера этого здания. Можно приступить к следующему. Второе здание. Найти значение выражений. Для решения данных примеров выполним решение разбора у доски. Первый пример. Минус 5 умножить на минус 4. Умножить на минус 3 разделить на 12. В этом примере мы видим умножение трех чисел. И деление, соответственно, полученного произведения на 12. Минус 5 умножить на 4 число оба числа отрицательных. При умножении чисел одного знака получается положительное число. Можно сразу просчитать, поскольку мы будем делать умножение, просчитать сразу все знаки. У нас количество минусов. Раз, два, три. Три знака минус. Если количество минусов нечетное при выполнении произведения и деления, то число полученное будет отрицательным. Так как при одноименных одинакового знака чисел мы получаем положительное число. То есть в первом случае получили положительное. Положительное умножить на отрицательное получили бы отрицательное. Значит, сразу можно поставить знак «минус» и сделать умножение соответствующих модулей. 5 умножить на 4, модуль минус 5, 5 умножить на модуль минус 4, 4, 60. 5 умножить на 4, 20, и умножить на 3, 60. То есть произведение минус 5 на минус 4 на минус 3 равно минус 60. И разделим данное выражение на 12. Да, эти числа разного знака, при делении чисел с разным знаком, отрицательное положительное получается, отрицательное число. И разделим модули. 60 делить на 12 равно минус 5. Значение первого примера равно минус 5. Пример номер B. Минус 800 делить на 40. умножить на сумму минус 5 и 9. Минус 800 умножить на 40 умножить на сумму минус 5 и 9. Первым нам необходимо выполнить действие в скобках. Поэтому перепишем данное выражение в порядку. минус 800 разделить на 40 умножить. Выражение в скобках минус 5 плюс 9. Минус 5 плюс 9. Числа слагаемые имеют разные знаки. Необходимо от большего модуля вычесть меньший. Больший модуль равно... Это число 9. Модуль 9 равен... 9 больше, чем модуль минус 5. От большего модуля вычитаем меньший. 9 минус 5 – 4. Значит, полученное делимое... Полученное частное можно умножить на 4. Минус 800 делить на 40. Отрицательное делить на положительное. Получаем отрицательное число. 800 делить на 40. Получаем 20. Умножить на 4. Минус 20 умножить на 4. По правилу умножения чисел с разными знаками получаем отрицательное число. Минус 80. Это значение второго примера. Третий пример. Нам необходимо выражение минус 10, минус 20, минус 30 разделить на минус 12. Найдем значение, которое получится в скобках. Так как все три числа отрицательные, имеют общий знак минус, необходимо сложить их модулей. Модуль минус 10 равен 10. Минус 20 модуль равен 20. Модуль минус 30 – 30. Соответственно, ставим общий знак минус и складываем их в модули. Минус 10. Модули 10 плюс 20 плюс 30 – 60. Минус 60 разделить на минус 12. Деление чисел с одинаковыми знаками, как положительных, так и отрицательных. Если знак одинаковый при умножении делений, получаем положительное число. Минус 60 делить на минус 12, получаем положительное число. Осталось разделить модулей. 60 и 12. 60 делим на минус 12, получаем 5. А три примера третьего равен 5. На экране мы можем видеть решение данного примера, данного здания. Следующее здание. Найти значение выражения. На экране представлено три буквенных выражения и соответствующее значение буквы. А равно минус 8, B равно минус 20. Нам необходимо найти значение этих выражений при заданных значениях переменных. Первое выражение 100 минус A умножить на B. Найдем его значение. Для того, чтобы найти значение этого буквенного выражения, поставим соответствующее значение буквы. Если A равно минус 8, а B минус 20, то мы получаем 100 минус произведение минус 8 и минус 20. Проанализируем произведение минус 8 на минус 20. Минус 8 умножить на минус 20 – оба числа отрицательных. При умножении получаем положительное число. Необходимо умножить их в модули. 8 умножить на 20 будет 160. Получаем 100 минус 160. 100 минус 160. Данные числа имеют разные знаки. Необходимо от большего модуля вычесть меньший. Больший модуль на 160 вычитаем 100 минус 60. Это значение первого выражения. Второе выражение. Минус 25 плюс разность A минус B. Нам известно значение переменных A и B. Поставим эти значения в выражение вместо букв A и B. Если A минус 8, B минус 20, мы получаем следующее. Минус 25 плюс скобка. Минус 8 минус минус 20. Сначала необходимо нам упростить выражение в скобках. Минус минус 20. Значит, мы ищем число противоположное и число минус 20. Противоположное и число минус 20 равно 20. То есть мы получаем минус 8 плюс 20. Перепишем это в более простой форме. У нас выходит следующее. Минус 25 плюс минус 8 плюс 20. 20 минус 8 вычитаем от большего модуля меньший. 20 число положительное, получаем 12. Минус 25 плюс 12. И опять-таки, по сложению чисел с разными знаками упрощаем. Минус 25 плюс 12 равно минус 13. Поскольку больший модуль равен минус 25, число минус 25, он имеет знак минус. Пример третий. Выражение A плюс B умножить на минус 5. Если A равно минус 8, а B минус 20, то это выражение примет следующий вид. Минус 8 плюс минус 20 умножить на минус 5. Минус 8 плюс минус 20. Оба числа отрицательных. Их общий знак минус. При сложении чисел с одинаковыми знаками мы складываем модуль и ставим общий знак. Минус 8 плюс минус 20. Оба числа отрицательных. Минус остается. Складываем знаки минус 2. Минус 20 плюс 8 минус 28. Минус 28 умножить на минус 5. Два числа отрицательных. При умножении мы получаем положительное число. Умножая модули, 28 умножить на 5. 140. При выполнении этого номера мы повторили, как выполняются действия сложения, вычитания, умножения и деления чисел, как с одинаковыми знаками, так и с разными. То есть целых чисел. И сегодня мы повторили, как выполняются все арифметические действия с целыми числами. Здание четвертое. Вычислить, найти значение выражений. Выполним разбор этих примеров у доски. Первое выражение. 125 минус 3 умножить на разность минус 15 и минус 25, умноженное на минус 4. Вначале выполним значение в скобках. Найдем разность минус 15 и минус 25. Оба числа отрицательных. При нахождении их значения мы ставим общий знак минус и складываем модули. Перепишем оставшую часть. 125 минус 3 умножить. Минус 15 и минус 25 получается минус 40. Умноженное на минус 40. И все это умноженное на минус 4. Найдем значение произведения. Числа 3, минус 40 и минус 4. При умножении двух чисел у нас мы видим, что два числа имеют знак минус. При умножении получаем положительное число. Осталось перемножить соответствующие модулей. 3 умножить на 40 и умножить на 4. 3 умножить на 40. 120. 120 умножить на 4. 480. 125 минус 480. Чтобы найти полученное выражение, можно знак минус представить как сложение с противоположным слагаемым. 125 плюс противоположное минус 480. Мы видим, что оба числа теперь имеют два числа разной знаки. От большего модуля вычитаем меньший. Ставим знак большего. По модулю большее число. Минус 480. Значение имеет. Ставим общий знак минус. Полученный знак большего модуля. Минус. 480 минус 125. 355. Минус 355. Значение первого примера. Второй пример. Минус 25. Плюс. 14 умноженное на минус 25. И все это необходимо поделить на минус 5. Вначале выполняется действие умножения. 14 надо умножить на минус 25. Первое слагаем минус 25. Перепишем. Минус 25. 14 число положительное. Минус 5 отрицательное. При умножении чисел с разными знаками получает отрицательное число. Минус. Ставим знак минус. Умножаем 14 на 25. 14 на 25. Получаем 350. Минус 35. И осталось разделить на минус 5. Разделить на минус 5. Просчитаем дальше пример до конца. Действие деления. 350 делить на минус 5. 350. Если мы не берем знак минус, не его внимание. Число положительное. На минус 5 получаем отрицательное число. То есть минус 25. Минус. Так как числа с разными знаками получаем отрицательное. 350 делить на 5. 70. 25 минус минус 70. Раскрытие скобки с знаком минус. Заменяя число на противоположное. Получаем минус 25. Противоположное число минус 70. Это плюс 70. 25 плюс 70. Чтобы найти сумму чисел с разными знаками, от большего модуля вычитаем меньший. 70 минус 25. Получаем 45. От второго примера 45. На сегодняшнем уроке мы повторили выполнение действий над целыми числами. Как выполняются эти действия. Мы повторили, что называются целыми числами. Как записывается это множество. А всю необходимую информацию об уроках вы можете получить на сайте Института развития образования. До новых встреч. Добрый день, дорогие ребята. Меня зовут Кролль Артем Олегович. Мы продолжаем цикл уроков по математике для учащихся седьмых классов. Сегодня у нас четвертый урок и первый урок по алгебре. Тема нашего урока – формула сокращенного умножения. Давайте разбираться с ними. Первая из формул сокращенного умножения – это у нас разность квадратов. Разность квадратов двух выражений равна произведению их разности на их сумму. Давайте разберемся, откуда выводится эта формула. У нас есть формула. Первая из формул – это разность квадратов. А в квадрате минус b в квадрате равняется а минус b умножить на а плюс b. У нас такая формула. Давайте посмотрим, что можно здесь делать. У нас дается изначально произведение двух многочленов. а минус b на а плюс b. Можно просто взять и умножить многочлен на многочлен. То есть каждый член одного многочлена умножить на каждый член другого многочлена. То есть мы а будем умножать на а, а умножать на b. И также минус b умножать на а и минус b умножать на b. Раскрываем скобки. Что у нас получается? У нас получается А в квадрате плюс АБ минус АБ и минус Б в квадрате. Мы видим здесь подобные слагаемые. Это у нас АБ и минус АБ. Мы видим, что у них разные знаки, значит, в сумме они будут давать 0. Значит, их можно взаимно уничтожить. Получается, что у нас остались только А в квадрате и минус Б в квадрате. Равняется А квадрат минус Б квадрат. В математике заметили, что есть закономерность между вот этими двумя скобками и этой формулой. И чтобы каждый раз не расписывать это произведение, они сразу говорят, что А квадрат минус Б квадрат — это вот такое произведение их разности на их сумму. Перейдем к следующей формуле. Следующая формула у нас — квадрат разности двух выражений. Квадрат разности двух выражений равен квадрату первого выражения минус удвоенное произведение первого на второе и плюс квадрат второго. Давайте теперь разбираться, откуда берется эта формула. Это наша вторая формула. У нас а-б и все это в квадрате. Это квадрат разности, он равен квадрату первого выражения, минус удвоенное произведение первого на второе и плюс квадрат второго выражения. Что обозначает эта формула? Это значит, что у нас скобка а-б, все это в квадрате, значит а-б умноженное само на себя два раза. То есть откуда это берется? А-б умноженное на такую же скобку, а-б. Давайте аналогичным образом умножим многочлен на многочлен. a на a, a на минус b, минус b на a и минус b на минус b. Получается у нас следующее. a в квадрате минус ab, минус ab и плюс b в квадрате. Мы видим опять-таки подобные слагаемые, но теперь они не с противоположными знаками, поэтому мы приводим подобные слагаемые и получается у нас следующее. a в квадрате минус 2ab и плюс b в квадрате. У нас получается вот таким вот образом наша формула, которая нам дана. То есть вместо того, чтобы опять-таки расписывать произведение двух многочленов, мы сразу можем этим пользоваться и говорить, что эта формула называется квадрат разности двух выражений. Перейдем к следующей формуле. Следующая наша формула это квадрат суммы двух выражений. Она абсолютно аналогичная, только теперь вместо минуса между слагами поставили знак плюс. Квадрат суммы двух выражений равен квадрату первого выражения плюс удвоенное произведение первого на второе и плюс квадрат второго. Единственное отличие как раз-таки в знаке. Какой знак в скобках, такой и знак будет после а в квадрате. То есть удвоенное произведение первого на второе мы возьмем со знаком плюс. И точно так же мы можем и собирать эти формулы. Как в одну сторону, так и в другую сторону можно ими пользоваться. Следующая формула у нас разность кубов двух выражений. Разность кубов двух выражений равна произведению их разности на неполный квадрат их суммы. Давайте смотреть, откуда берется эта формула. И что такое неполный квадрат? Нам говорят, что у нас разность кубов двух выражений. А в кубе минус B в кубе равняется произведению их разности на неполный квадрат суммы. Почему неполный квадрат? В полном квадрате суммы у нас удвоенное произведение первое на второе. А в неполном квадрате у нас будет отсутствовать двойка. Получается, что у нас А в квадрате плюс АВ и плюс B в квадрате. Давайте умножим многочлен на многочлен. Посмотрим, получится ли действительно ли у нас А в кубе минус B в кубе. А в квадрате плюс АВ и плюс B в квадрате. Равно. Точно так же умножаем многочлен на многочлен. Значит, умножаем a на a квадрат, a на a b, a на b квадрат. И минус b умножаем на a квадрат, минус b умножаем на a b, и минус b будем умножать на b квадрат. Аккуратно раскрываем скобки. Получается a в кубе плюс a в квадрате b плюс a b в квадрате. Теперь берем минус b. Например, минус a в квадрате b, минус a b в квадрате, и минус b в кубе. Ищем подобные слагаемые. У нас подобные слагаемые. Вот это слагаемые подобные, и вот это с одинаковой буквенной частью. Видим, что сумма этих подобных слагаемых будет равна нулю. Значит, можно их взаимно уничтожить, просто сократить. Зачеркнуть их. Эти в сумме дают ноль, и эти два товарища в сумме дают ноль. В итоге у нас получается a в кубе минус b в кубе. И вместо этих всех сложных вычислений, умножения многочлена на многочлен, мы просто можем пользоваться вот этой формулой. Если видим произведение вот таких двух скобок, то можно сразу говорить, что это a в кубе минус b в кубе. Перейдем к следующей формуле. Следующая формула у нас аналогичная. Это сумма кубов двух выражений. Сумма кубов двух выражений равна произведению их суммы на неполный квадрат их разности. Различие между этими двумя формулами только в том, что у нас в первой скобке такой же знак, как и в названии формулы сумма кубов, а во второй скобке неполный квадрат разности. То есть знак просто меняется на противоположный по сравнению с предыдущей формулой. Очень легко запомнить. И точно так же можно как и собирать, так и разбирать эти формулы. Можно представить в виде произведения, разложить на множители, а можно представить в виде многочленов, в зависимости от условий задачи, что от нас требуется. И давайте выполним небольшое задание. Нужно собрать формулу сокращенного умножения. Первый пример у нас такой. Видно, что у нас a в кубе плюс b в кубе. Это у нас сумма кубов двух выражений. Мы только что сказали, что сумма кубов двух выражений у нас равна произведению их суммы на неполный квадрат разности. Среди всех формул видно, что это третья формула. И получается, что нам подходят вот эти множители. Разберемся со второй формулой. У нас представлено в виде множителей две скобки. a минус b умноженное на неполный квадрат суммы. Мы только что с вами разобрали. Это формула разность кубов. Значит, мы должны найти среди наших вариантов a в кубе минус b в кубе. Вот оно, действительно, это наша формула. Следующая формула это разность квадратов. a в квадрате минус b в квадрате. Мы сегодня с вами сказали, что это произведение их разности на их сумму. Значит, нам будет подходить вот эти две скобки. a минус b умноженное на a плюс b. Следующая формула квадрат разности двух выражений. Мы сегодня с вами сказали, что квадрат разности двух выражений равен квадрату первого выражения минус удвоенное произведение первого на второе плюс квадрат второго. Среди двух оставшихся вариантов многочлен у нас только один. Это a квадрат минус 2ab плюс b квадрат. И получается, методом исключения, можно сказать, что a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат – это квадрат суммы. И действительно это так и есть. Перейдем к следующему заданию. Нам нужно найти ошибку. У нас дана формула разность квадратов, представленная в виде множителей. 2a плюс 3b умноженное на 2a минус 3b. Это разность квадратов. Для начала возведем в квадрат первое слагаемое. 2a в квадрате у нас должно равняться 4a в квадрате. А потом мы должны поставить знак минус и возводить второе слагаемое в квадрат. 3b в квадрате. Это будет 9b в квадрате. Мы видим, что у нас здесь трехчлен. У нас лишнее есть слагаемое минус 12ab. Значит, вместо него ничего не должно стоять, а должно стоять 4a в квадрате минус 9b в квадрате. Это правильный ответ. Нашли ошибку. Второй случай. У нас опять дана формула разность квадратов, двух выражений. Нам немножко не нравится то, что во второй скобке у нас поменены местами 7x и единица. Давайте поменяем местами. У нас получится 7x минус 1 на 7x плюс 1. Это формула разности квадратов. Нам точно так же нужно возвести в квадрат каждое из слагаемых. 7x в квадрате будет 49x в квадрате, а у нас 14x в квадрате. Значит, ошибка как раз таки здесь. Получается, что правильный ответ это 49x в квадрате минус 1 в квадрате это 1. Следующий пример. И будем искать здесь ошибку. 5x в квадрате минус 3y умножить на 5x в квадрате плюс 3y. Опять-таки, это у нас разность квадратов двух выражений. Мы должны возвести в квадрат каждое из слагаемых. Давайте подробно возводить. 5x в квадрате и все это должно возводиться в квадрат. 5 в квадрате это у нас 25. Пока все хорошо. А вот x в квадрате и еще при этом в квадрате должно равняться x в четвертой. Значит, мы сразу находим с вами ошибку, что в показателе у нас стоит двойка, а не четверка. Значит, получается, что наш правильный ответ 25x в четвертой минус 3y в квадрате. Это будет 9y в квадрате. Следующий пример. У нас опять дается разность квадратов двух выражений. Мы сегодня с вами сказали, что разность квадратов двух выражений равна произведению их разности на их сумму. Значит, в каждый из скобок должны быть разные знаки. В первой скобке должен быть минус, во второй плюс. Мы видим, что мы раскладываем, какое число в квадрате дает нам 16a в шестой. Да, все правильно. 4a в кубе. Какое число в квадрате дает нам 10b в квадрате? Это 10b просто. В первой скобке все хорошо. 4a в кубе минус 10b. А вот во второй скобке нам не нравится то, что там стоит знак минус, а должен стоять знак плюс. Получается, это наша ошибка. И правильный ответ будет звучать как 4a в кубе минус 10b на 4a в кубе плюс 10b. Вот как раз-таки в чем была наша ошибка. Ну, давайте теперь разложим на множители данный многочлен. 25 минус x в квадрате равняться будет. Мы сказали, что это а минус b умножен на а плюс b. В первой скобке мы должны найти то число, которое в квадрате дает нам 25. Это число 5. И какое число в квадрате нам дает x в квадрате? Это просто x. Значит, в первой скобке будет 5 минус x. Во второй скобке будет 5 плюс x. Разложили. Второй пример. 36 минус x в квадрате y в квадрате. Мы опять-таки должны с вами подумать, какое число в квадрате дает нам 36. Можем догадаться, что это число 6. И какое выражение в квадрате даст нам x в квадрате y в квадрате? Это как раз-таки x и y. Значит, в первой скобке у нас будет 6 минус xy, а во второй скобке должно быть 6 плюс xy. Просто меняем знак. Ничего сложного. Третий пример. Вот здесь немножко посложнее. В данном случае у нас в виде наших a и b представлены многочлены. Целая скобка. Но ничего страшного. Мы действуем абсолютно аналогично, так же, как и в предыдущих примерах. У нас сказано, что 2p минус m в квадрате минус p плюс 2m и все это в квадрате. Наша a, первая из слагаемых, это 2p минус m, это первая скобка. А вторая это p плюс 2m. Значит, в первой скобке у нас будет с вами 2p минус m минус. Обязательно должны поставить скобку, потому что если стоит знак минус перед скобками, то очень важно, знак будет меняться в дальнейшем на противоположный. Минус в скобках p плюс 2m, а во второй скобке аналогично, только между ними будет стоять знак плюс. 2p минус m плюс скобка p плюс 2m. В дальнейшем мы должны раскрыть скобки и упростить. Раскрываем скобки. 2p минус m. Так как минус перед скобками меняет знаки на противоположные, то меняем знаки. Становится минус p и минус 2m. Во второй скобке 2p минус m. И так как стоит знак плюс перед скобками, то знаки меняться не будут и можно просто опустить скобки. Получается плюс p и плюс 2m. Упрощаем данное выражение, получаем в первой скобке p минус 3m, а во второй скобке 3p плюс m. Просто мы привели подобные слагаемые и упростили. Справили с задачей, разложили на множители то, что от нас и просили. Теперь нас просят разложить по формуле. Первый пример у нас такой. 3a плюс 2 и все это в квадрате. Давайте перейдем на доску. У нас пример такой. 3a плюс 2 и все это в квадрате. Мы видим, что это у нас формула как раз таки квадрата суммы двух выражений. Нам сказано по формуле, что квадрат суммы двух выражений равен квадрату первого выражения. Очень подробно и внимательно. Квадрат первого. Возводим его в квадрат. Квадрат плюс удвоенное произведение первого выражения на второе и плюс квадрат второго выражения. В дальнейшем, конечно, можно так подробно не расписывать и сразу возводить в квадраты. Но если что-то сложное и для вас это вызывает затруднение, то лучше расписать подробно. Возводим 3a и все это в квадрате. Это будет 9a в квадрате плюс умножаем сначала коэффициенты. 2 на 3 это 6, 6 на 2 это 12, плюс 12a и плюс 2 в квадрате это 4, плюс 4. Вот мы с вами разложили как раз таки по формуле квадрат суммы двух выражений. Перейдем к следующему примеру. Да, действительно у нас такой ответ. Перейдем к следующему примеру. Пример у нас такой. 0,4a минус 0,5b и все это в квадрате. Смотрим внимательно. Какая это у нас формула? Это у нас что? Квадрат чего? Разности двух выражений. Квадрат разности, потому что минус, поэтому и разности. Мы точно так же возводим по формуле данное выражение. У нас квадрат первого выражения минус удвоенное произведение. Очень внимательно. Первого на второе выражение не терять никакие буквы, ни а, ни б. Очень часто на этом делают ошибку. Плюс квадрат второго выражения. Аккуратно, внимательно возводим. Получается у нас равно квадрат первого выражения 0,4 в квадрате, это у нас 0,16. 0,16. А в квадрате минус. Теперь умножаем 2 на 0,4 на 0,5. Проще умножить что? 2 на 0,5 это будет единица. Единица умножить на 0,4 как раз таки получится 0,4. Значит, получается минус 0,4, буквенную часть просто переписываем. А, b. И плюс 0,5 в квадрате, это у нас 0,25. 0,25. И возводим b в квадрате. Это наш окончательный ответ. Вот мы с вами воспользовались формулой квадрат разности двух выражений. Перейдем к следующему примеру. Да, у нас действительно ответ такой. Перейдем к следующему примеру. У нас теперь уже формула следующая. Это у нас разность кубов двух выражений. Нас просят найти, разложить. 2p в кубе минус 3m в кубе. Здесь мы должны вспомнить формулу разности кубов двух выражений. Нам говорится в формуле, что разность кубов двух выражений равна произведению их разности. Давайте как будем проговаривать, так и писать сразу. Произведению их разности. То есть в первой скобке просто разность двух выражений. 2p минус 3m умножить на неполный квадрат их суммы. Неполный квадрат суммы. Очень внимательно. Это 2p и все это в квадрате. Плюс просто произведение первого на второе. 2p на 3m и плюс квадрат второго выражения. Равно. Теперь упрощаем. Видите, у нас здесь нет двоечки, поэтому неполный квадрат. Равно. Первую скобку просто переписываем. 2p минус 3m. А вот во второй упрощаем уже. 2p в квадрате это будет 4p в квадрате. Плюс 2 на 3 это 6. И переписываем буквенную часть. 6p и плюс 3 в квадрате это 9. 9m в квадрате. 9m в квадрате. Сейчас мы с вами воспользовались формулой разности кубов двух выражений. И смотрим. Действительно у нас такой с вами ответ. А теперь упростим выражение. Немножко сложнее задание. Перейдем к доске. Первый пример такой. 4c умножить на c минус 2 минус c минус 4 и все это в квадрате. Равно. Здесь мы немножко усложняем нашу задачу. Нужно упростить выражение. И тут мы будем использовать разные способы раскрытия скобок. В данном случае, как раскрыть первую скобку? У нас тут умножение одночлена на многочлен. Нужно просто этот одночлен умножить на каждый член многочлена. Получается 4c мы будем умножать на c. И 4c будем умножать на минус 2. Смотрим здесь очень внимательно. Потому что здесь стоит знак минус перед скобками. Чаще всего дети ошибаются именно в этом моменте. Они забывают про этот минус и просто раскрывают формулу квадрат разности, не соблюдая знаки. Как раз таки в этом бывает ошибка. Нужно поставить сначала знак минус, потом скобки и только потом раскрывать квадрат разности. Давайте посмотрим, как у нас получится. 4c умножаем на c, это будет 4c в квадрате. 4c на минус 2, это будет минус 8c. Вот теперь мы ставим знак минус, потом ставим скобку. И внутри скобок будем раскрывать квадрат разности двух выражений. Получается, квадрат первого, это c в квадрате. Минус удвоенное произведение первого на второе. 2 умножить на 4, это будет 8. Минус 8c. И плюс квадрат второго. 4 в квадрате у нас будет 16. Равно. Вот теперь упрощаем. Так как у нас стоит знак минус перед скобками, он будет менять все знаки в скобках на противоположные. Получается следующим образом. 4c в квадрате минус 8c мы перепишем. А теперь смотрим. В скобках было c в квадрате со знаком плюс. Когда раскрываем скобки, будет со знаком минус на противоположные. Меняем. Было минус 8c, за счет минуса станет плюс 8c. Было плюс 16, станет минус 16. Равно. Вот теперь мы ищем подобные слагаемые. Те слагаемые, которые имеют одинаковую буквенную часть. Смотрим. Это 4c в квадрате и минус c в квадрате. Минус 8c и 8c. Подчеркиваем одинаковым количеством черточек. Смотрим. Видим, что в сумме минус 8c и плюс 8c будут давать ноль. Поэтому можно их взаимно уничтожить. Просто зачеркнуть. В итоге остается у нас что? 4c в квадрате минус c в квадрате. Это будет равно 3c в квадрате. И у нас осталось минус 16. Вот таким вот образом. Лучше подробно решить и нигде не ошибиться, чем стараться максимально быстро сделать. Вот такой у нас правильный ответ. 3c в квадрате минус 16. И получается у нас ответ 3c в квадрате минус 16. Следующий пример. У нас такой. Второй пример. 3 умножить на y минус 1 и все это в квадрате плюс 6y. Тут тоже нужно быть внимательным и аккуратно раскрывать формулу. У нас стоит перед формулой множитель троечка. Сначала мы ее напишем, а потом будем раскрывать квадрат разности двух выражений. Получается, что квадрат первого это y в квадрате минус удвоенное произведение первого на второе. Это будет минус 2y и плюс квадрат второго. Один в квадрате у нас будет один. И то, что у нас осталось, плюс 6y. Равно. Теперь мы будем уже пользоваться тем, что делали до этого. Умножать одночлен на многочлен. Тройку мы просто умножим на каждое из слагаемых в скобках. Получается, что 3 умножить на y в квадрате это у нас будет 3y в квадрат. 3 на минус 2y будет минус 6y. 3 на 1 это будет плюс 3. И 3 раскрыли скобки. И теперь у нас осталось только плюс 6y. Равно. Теперь точно так же ищем подобные слагаемые. Видим, что у нас здесь подобные слагаемые только минус 6y и плюс 6y. Получается, что они взаимно уничтожаются, так как у них коэффициент одинаковый, но отличается только знаком. Поэтому в сумме дадут у нас 0. В итоге осталось у нас 3y в квадрате плюс 3. Это наш окончательный ответ. Давайте посмотрим. Да, и окончательный наш ответ это 3y в квадрате плюс 3. Можно было здесь еще в конце вынести тройку за скобки, но это не обязательно. Такой ответ тоже приемлем. Следующий пример. Пример третий. У нас такой. y минус 4 умножить на y плюс 4. Первые две скобочки. И минус в скобках y минус 3. И все это в квадрате. Равно. Что мы можем здесь заметить? Мы можем, конечно, умножать многочлен на многочлен, получить правильный ответ, но мы будем немножко хитрее, воспользуемся тем, что мы уже сегодня разобрали формулу сокращенного умножения. На то не формулу сокращенного умножения, что мы можем гораздо быстрее это сделать. Мы видим, что это разность квадратов двух выражений. Как ее собрать? Нам было сказано, что разность квадратов двух выражений равна произведению их разности на их сумму. Значит, чтобы обратно собрать, нужно каждый из слагаемых просто возвести в квадрат. y в квадрате будет просто y в квадрат. 4 в квадрате будет 16. Между ними должен стоять знак минус, потому что это разность квадратов. Получается, что y в квадрате минус 16. С этим разобрались гораздо быстрее, чем бы мы умножали многочлен на многочлен. Теперь у нас опять стоит знак минус перед скобками. Перед формулой ставим знак минус. Потом раскрываем формулу. Квадрат разности. Это квадрат первого выражения минус удвоенное произведение первого на второе. 2 умножить на 3, это будет 6. И еще на y минус 6y. И плюс квадрат второго выражения. 3 в квадрате это 9. Равно. Теперь мы упрощаем. Видим, что стоит знак минус перед скобками. Будем раскрывать скобки. У нас получается y в квадрате минус 16. Раскрываем. Будет минус y в квадрате. Потом у нас минус 6y станет плюс 6y. Перенесем. Плюс 6y. Было плюс 9, станет минус 9. Равно. Упрощаем. Видим, что подобные слагаемые у нас y в квадрате минус y в квадрат. Они с противоположными знаками в сумме дадут 0. Значит, взаимно уничтожаются. Можно их зачеркнуть. И у нас остается только что. Еще подобные слагаемые минус 16 и минус 9. У нас осталось 6y и минус 16 минус 9. Это два отрицательных числа. Чтобы сложить два отрицательных числа, нужно сложить их в модуль и поставить знак минус. То есть получится минус 25. Это наш окончательный ответ. Посмотрим, да? Действительно. Таким образом, мы сегодня с вами разобрали формулу сокращенного умножения. Мы разобрали пять формул сокращенного умножения. Это квадрат суммы, квадрат разности, разность квадрата двух выражений и разность и сумма кубов. И решили несколько задач на закрепление материала. Надеюсь, урок вам понравился. Кто-то вспомнил хорошо забытое старое, кто-то узнал что-то новое. Спасибо большое за внимание. С вами был Кроль Артем Олегович. Берегите себя, сидите дома и используйте время с пользой. Учите математику. Добрый день, дорогие ребята, родители и коллеги. Мы продолжаем с вами курс уроков математики для восьмого класса. Сегодня алгебра. И тема нашего урока – степень с целым показателем. Целым. А какие же числа называются целыми, вы помните? Да, целые – это натуральные. Им противоположные и ноль. А натуральные – это какие числа? Слышу, вы отвечаете. Это числа, которые мы используем при счете предметов. Итак, начнем. Вспомним сначала степень с натуральным показателем. Степенью числа А с натуральным показателем Н называется произведение Н-множителей, каждый из которых равен А. Вот так. Если же степень у нас нулевая, то это единица для любого числа. Давайте вспомним, как считаются степени с натуральным показателем или с нулевым. Посмотрите, пожалуйста, 2 в третьей степени. Мы должны три раза умножить двойку саму на себя. Получается 8. Минус 3 в квадрате. Минус 3 умножаем на минус 3. Получается положительный результат 9. Какое действие делается первым? Действие в скобках. 1 минус 4 минус 3 в первой степени остается без изменения. 1 в пятой степени. Единица – это очень хорошее число. Оно в любой степени остается сама с собой. 1 четвертая в третьей. Дроби возводятся в степень точно так же, как и натуральные числа или целые. Мы умножили три раза 1 четвертую саму на себя, получили 1 шестьдесят четвертую. Следующий пример включает в себя целых три действия. Возведение в степень – это первое действие. 2 в квадрате – 4. 5 в квадрате – 25. А вместе – 29. И опять пример, где надо сначала выполнить действие в скобках. 6 минус 4 – 2. И в квадрате – 4. Замечательно. Какими же свойствами обладают степени с натуральным показателем? Самое простое свойство – произведение степеней с одинаковым основанием. В этом случае показатели складываются. При делении степеней с одинаковым основанием из показателя делимого вычитаем показатель делителя, а основание остается тем же. При возведении степени в степень показатели перемножаются. Если необходимо возвести произведение в степень, мы в эту степень возводим каждый множитель и полученные в степени перемножаем. При возведении в дроби в степень мы должны возвести в степень отдельно числитель, отдельно знаменатель и полученные результаты записать в числитель и знаменатель. Ну и попробуем поприменять эти знания на практике. 2 в четвертой. Просто возводим двойку в четвертую степень. Получается 16. А следующий пример. х в третий умножить на х в пятой. Мы должны с вами сложить показатели степеней 3 плюс 5 – это 8. И получается х в восьмой степени. При возведении отрицательного числа в четную степень получится число положительное. Причем обратите, пожалуйста, внимание на этот пример. Здесь возводится в квадрат десятичная дробь. Количество десятичных знаков сейчас 1. А при возведении получится уже 2. Увеличение происходит ровно в то количество раз, какая степень. В этом случае показатель. То есть получается 0,16. 5 в третий умножить на 2 в третий. Произведение степеней с разными основаниями, но одинаковым показателем. Мы работаем по формуле возведения произведения в степень. Только наоборот. И получается 10 5 и 2 в третьей степени. То есть тысяча. Посмотрите, пожалуйста, 2,65 в нулевой. Надо ли напрягаться и что-то считать? Конечно, нет. Сразу получаем ответ. Единица. Следующие примеры. Посмотрите, 15 в четвертой надо разделить на 5 в четвертой. Давайте посмотрим на этот пример поподробнее. 15 в четвертой степени делим на 5 в четвертой степени. Опять работа, как и в предыдущем случае, в обратном направлении по свойству. Мы 15 делим на 5 и возводим в четвертую степень. Легко разделить 15 на 5. Получается 3 в четвертой. И возводим тройку в четвертую степень. Как проще всего возвести в четвертую степень тройку? Трижды 3 – это 9. И еще пара произведений. Трижды 3. Получается опять 9. 9 и 9 – 81. Посмотрим на следующий пример. Следующий пример – это а в седьмой умножить на а во второй и разделить на а в третий. А в седьмой на а во второй и делим на а в третий. Здесь сразу будем пользоваться и произведением степеневая с одинаковым основанием, и частным. Посмотрите, пожалуйста. При произведении показатели складываются. Определение мы вычитаем. То есть будем вычитать тройку. Получается а в шестой степени. Следующий пример – 3 в двадцатой разделить на 3 в степени 6 в отведенное в куб. С этим примером тоже поработаем немножко подробнее. 3 в двадцатой – 3 в шестой, возведенное в куб. Сначала выполним возведение степени в степень. В этом случае показатели перемножаются. Числитель наш пока без изменения. Здесь деление степеней с одинаковым основанием. Значит, из показателя делимого, то есть числителя, мы вычитаем показатель делителя, то есть знаменателя. Получается 3 во второй степени, то есть 9. И вот он, следующий пример, нас ждет. 3 в шестой разделить на 3 в восьмой. Пойдем тем же путем. Деление степеней с одинаковым основанием. Значит, мы из показателя делимого вычитаем показатель делителя. А что же получится? Получается 3 в минус второй степени. Но мы такого пока не знаем. Как же посчитать? Давайте попробуем по-другому. Запишем это деление в виде дроби. А теперь представим, что 3 в шестой – это произведение шести троек. 3 в восьмой – это произведение восьми троек. Сократим. В числителе остается единица, а в знаменателе остается трижды 3. То есть фактически 3 во второй степени. Я знаю, что это равно 9. То есть получается 1 девятая. Посмотрите, пожалуйста. Ведь эти выражения равны. А значит, получается и результат вычислений тоже одинаковый. То есть 3 в минус второй – это 1 девятая. То есть это 1, деленный на 3 в квадрате. Итак, мы с вами подошли к интересному моменту. К определению степени с целым показателем. С целым отрицательным показателем. Итак, степенью числа А с отрицательным показателем, с минус Н, с целым отрицательным, называется дробь в числителе единица, а в знаменателе А в степени Н. При этом посмотрите, А не может быть равное нулю, так как делить на ноль нельзя. Ну и попробуем поприменять полученные знания на практике. Повычисляем. Итак, 3 в минус второй степени. Что получается? Нам уже встречался такой пример. Вы сразу можете сказать, что это 1 девятая. Минус 1,2 в нулевой – тоже знакомый результат. Единичка. Следующая – 2,5 в минус третий. И вот здесь придется немножко поработать. 2,5, пока показываю подробно, в минус третьей степени. Посмотрите, мы должны фактически 1 разделить на 2,5 в третьей степени. Но единица – это же единица в третьей степени, может быть. Извините, вот так. По свойствам получается, что это 1, деленное на 2,5, и все это в третьей степени. То есть получается, что у нас фактически 5 вторых возводится в третью степень. Числитель и знаменатель мы возводим отдельно в третью степень. Получается 125 восьмых. Ну и можно дальше осуществлять преобразование. Обратите, пожалуйста, вот на такой момент, внимание, 2,5 в минус третий, а здесь получилось 5 вторых в третий. Итак, продолжим. Результат получается у нас 15,5. Следующий примерчик. Посмотрите, 1,1 в минус второй степени. Первое, что необходимо сделать, это привести смешанное число в неправильную дробь. Получается 4,3 в минус второй. Что сделает минус? Да, он перевернет дробь. И возводим теперь во вторую степень. Получается 9,16. Обратите, пожалуйста, внимание еще на один момент. При возведении правильной дроби в отрицательную степень получилось смешанное число. Сначала неправильная дробь, а потом смешанное число. А при возведении смешанного числа или неправильной дроби в отрицательную степень получилась правильная дробь. Какими же свойствами обладает степень с целым показателем? Теперь уже все мы рассматриваем и натуральные, и ноль, и целые отрицательные. Итак, те свойства, которые работали для степени с натуральным показателем, продолжают работать. То есть при умножении, при делении, при возведении в степени в степень, при возведении произведения в степень или наоборот, посмотрите, аналогично с дробью, и обратите внимание, что знаменатель не равен нулю, и при возведении с дроби в отрицательную степень, посмотрите, да, то свойство, которое у нас только что получилось, в этом случае ни числитель, ни знаменатель исходной дроби не должны быть равны нулю. Давайте посмотрим результаты того, что у нас получились. Первое – это определение. Второе – то свойство, которое мы получили. А теперь посмотрите еще один интересный факт. Если мы будем возводить в отрицательную степень дробь 1, деленная на а, то получится просто а в степени n. Но обратите внимание, что а обязательно не равно нулю. Итак, решаем примерчики. Уже знакомая дробь возводится в минус третью степень, а дальше частная двух степеней. Итак, сначала переворачиваем дробь и выполняем вычитание. Если от минус 2 отнять минус 3, получается минус 2 плюс 3. Провели непростые достаточные вычисления и получили ответ. Или вот такой пример. Работает минус 1. Что происходит? Переворачиваем дробь сначала. Дальше работаем с возведением в отрицательную степень. И единица, потому что нулевая степень. Остается выполнить вычисление. Приводим к общему знаменателю дроби. И складываем. Отнимаем потом единичку. Получается ответ. Все достаточно просто. Итак, нам сейчас предстоит упростить выражение. Решим эти примеры. При четвертых, m в минус 2, n в 4 умножаем на 8, m в кубе, n в минус 2. В этом случае мы сначала с вами перемножим числовые множители. Причем, обратите внимание, я сразу буду переходить к одной дроби, чтобы было легче. Дальше, m в минус 2 и m в 3. При умножении показатели складываются. n в 4 и n в минус 2. Складываются, но так как отрицательное, то получается вычитание степень. Можно сократить. В итоге получается 6,mn2. Красивый результат. Следующий примерчик. 0,6 c квадрат d в минус 4 умножить на 1,3 c в минус 2 d в 4. Алгоритм тот же самый. Сначала разбираемся с числовыми множителями. 0,6 умножаем на 1,3. Умножение происходит легко. Получается на 0,2 c. Посмотрите, посмотрите, пожалуйста, c во второй и c в минус 2. Показатели складываются, но здесь вычитание. За счет того, что второй множитель со знаком минус. d в минус 4 плюс и d в 4. Опять складываем показатели. В каждом случае получается показатель 0,c в нулевой, d в нулевой. Мы помним, что любое число в нулевой степени – это единица. Получается 0,2 умножается дважды на единицу и остается по-прежнему 0,2. 3,2 х в минус 1, у в минус 5 умножим на 5,8 х, у. 3,2 будем умножать на 5,8. Можно разными путями пойти. Мы пойдем достаточно простым. В одну дробь перевели в неправильную дробь 3,2. Считаем степень х. Минус 1 и 1 вместе дают 0. y считаем. Посмотрите, я запись сокращаю. Мы уже с вами решаем не первый пример. Итак, минус 5 и 1 вместе. y получается минус 5 плюс 1 минус 4. 32,8 сократили, 10,5 сократили, 4 вторых, то есть 2, х в нулевой – это единица, y в минус 4. Но это выражение можно записать и по-другому, без использования отрицательного показателя. То есть это будет 2, деленное на y в четвертой степени. Еще один пример. 1 вторая, p в минус 1, q в минус 3 умножается на 1 шестую, p во второй, q в минус 5. Помним, сначала умножаем числа. Числовые множители. Получается 1 двенадцатая. Считаем показатели, какие у степени с основанием p. Минус 1 плюс 2 – 1. q в минус 3 степени, q в минус 5. Складываем показатели. Получается q в минус 8. p в первой отправится в числитель. А q в минус 8 мы представим как q в 8, но в знаменателе. Примеры достаточно просты. Давайте посмотрим на следующую серию примеров. Здесь произведение дробей. Мы будем работать точно так же с вами, используя свойства степеней с целым показателем. Итак, следующий пример. 12b в минус 3, деленное на c в минус 6. И умножить на дробь в числителе c, а в знаменателе 6b в минус 9. Прежде всего, как вы помните, мы разбираемся с числовыми множителями. Ну, еще посмотрите, что есть. У нас и в числителе, и в знаменателе есть перемены, содержащие степень. Как же в этом случае поступить? Числовые множители мы можем записать в виде дроби. Давайте посмотрим, что происходит дальше. b в минус 3 в числитель, c тоже в числитель множитель. В знаменателе я поменяю местами. b в минус 9, c в минус 6. Так немножко удобнее увидеть, что же делать дальше. Итак, работаем с числовым множителем. 12 делим на 6. Получается 2b. Здесь минус 3, в знаменателе минус 9. При делении показатели вычитаются. Значит, b получается в степени минус 3, минус минус 9. c в какой степени? В числителе не стоит никакой показатель. Значит, это единичка. В знаменателе минус 6. Значит, мы вычитаем минус 6. Получается, посмотрите, двоечка остается как множитель. Дальше b, а степень шестая. c в степени седьмой. Всем понятно, как шестая степень получилась? Минус на минус дали плюс. Итого получилось минус 3 плюс 9, то есть 6. Ещё пример. 63а квадрат разделить на 2b в минус 5 умножить на 18b квадрат, делённое на 7а. Опять тот же приём. Мы записываем в одну черту дроби. Особенно учитывая то, что нам придётся работать с числовыми множителями, которые есть и в числителе, и в знаменателе. А вот с буквенными поступим в этот раз немножко иначе. Сразу постараемся разобраться. Мы уже увидели, что все показатели степеней, которые были в знаменателе, мы вычитаем от показателей степеней с тем же основанием, которые были в числителе. Итак, а получается в степени 2 минус 1. b получается в степени 2 минус минус 5. Разбираемся с числовыми множителями. Происходит сокращение. 9у9 – это 81. А в первой степени. Первую степень мы можем не писать. b. 2 минус минус 5, то есть 2 плюс 5. b в седьмой степени. Посмотрите, пожалуйста, на следующие примеры, которые вы видите на экране. Они очень похожи. В этих примерах происходит то же самое. Мы должны преобразовать выражение, разобраться сначала с числовыми множителями, получить коэффициент у результата и дальше уже поработать со степенями. Следующая серия примеров посвящена еще одному свойству – возведению степени в степень. Итак, следующая группа примеров посвящена возведению степени в степень. Первые два примера, они очень просты. В них возведение во вторую или в минус вторую степень. Причем возводятся целые множители и буквенные множители, где возводится возведение степени в степень. На мой взгляд, более интересные примеры 3 и 4. Давайте поработаем с примером 3. Итак, 1 треть П в минус второй степени, Q во второй. И возводим в минус третью степень. При возведении произведения в степень каждый множитель возводится в эту степень. Тогда получается 1 треть возводим в третью, получается 3 в третью. Дробь перевернулась, вы уже это помните. Минус 2 умножаем на минус 3, получаем 6. Q получается в степени минус 6. И можем записать это выражение, избавившись от отрицательного показателя. И выполним вычисление. 27 П в шестой, Q в шестой в знаменателе. И второй пример, который мы рассмотрим, он под номером 4 на доске. Это 0,5х в минус третьей степени, у в четвертой. И все это в минус третью степень. Посмотрите, пожалуйста, 0,5. Вот с этим числом легче работать, возводя в отрицательную степень, если мы представим в виде дроби. То есть 1 вторая возводится в минус третью степень, х в минус третьей в минус третью, у в четвертой возводится в минус третью степень. Опять переворачиваем дробь и возводим в третью степень. Получается 2 в третьей, х перемножили в девятой, у перемножаем в минус двенадцатой. Ну и приводим пример к окончательному виду. То есть 8х в девятой, у в минус двенадцатой степени. Очень красиво работать со степенями в больших примерах. Посмотрите, пожалуйста, на следующие примеры. Здесь два примерчика. Но если вы внимательно присмотритесь, то эти примеры фактически сводятся к решению одного и того же. Выражение во вскобках во втором примере, возведенное в минус первую степень, придет к виду точно к такому же, как и в первом примере. А плюс Б в минус первой степени. Эти примеры вам хорошо бы порешать на досуге. Ну а мы с вами заканчиваем сегодняшний урок. И следующая наша с вами встреча будет посвящена квадратным корням. Спасибо большое за внимание. До новых встреч на уроках алгебры. С восьмом классе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин